Здравствуйте, ребятушки и девчатушки! Я рад вас приветствовать на своём канале Жук и Муравейники, с вами Дядя Заши, Великий и Ужасный, и это моя относительно новая рубрика, которая называется Обзор игровых новинок. Итак, недавно в Стиме, я, к сожалению, раньше не мог, был немного занят, совершенно недавно вышла такая игрушечка, она вышла 17 января 2020 года, называется Forgotten Passage. Ну, извините, у меня такой вот, да, своеобразный английский, не могу вам точно прочесть. На стартовом экране, когда я запускал, у меня было написано Забытый, я не знаю, что это означает, но по-русски было Забытый. Забытый написано. Вот в Стиме есть картинка этой игры, где она продается, там написано Forgotten Passage, а у меня было написано Забытый. Ой, давай будем называть её Forgotten Passage. Итак, игрушка Forgotten Passage. 259 рублей за неё разрабы просят. В принципе, ну, средняя такая цена, достаточно некусачая. Чё пишут? Жанр заявлен. Приключенские игры инди. Так, кто его наш издатель? Издатель 26PM, разработчик 26PM. Или PM. В общем, кто сделал, тот и издал. Что написано? Написано. 100 кроличных уровней наткнись на сюрреалистическую кроличью нору и исследуй атмосферный мир, стоящий из 100 визуально богатых пейзажей и сновидений. Это микро-приключение займёт около часа игры, следуй за девочкой и загадочной птицей через червоточину. Итак, у нас есть девочка, есть птица. Двинули в путь. Я так понял, здесь нам курсор-то без надобности. Вот птица, она полетела дальше, и нам надо идти за птицей. Какую-то загадочную червоточину. Ну, пошли. Не знаю, чё по звуку, я не нашёл отдельной регулировки в игре звука, поэтому как мог уменьшил. Если слишком игра громкая, я прошу меня за это простить. Вот это свет. Не знаю, чё по яркости, но настроил вроде яркость. Пока непонятно. Ну, звук приятный. Птица, перья. Идём, собираем перья. Управляем кнопками В-А-З-Д. Да, я так понимаю, отсюда можно свалиться, но чё-то мне не хочется пробовать. Можно ли отсюда свалиться? Да, управление тут, конечно, какое-то оригинальное. На первый раз... Так, пока ничего сложного, да? Тупо собираем перья. Ну, так сказать, сюрреалистичный мир. И вот сюда мне в червоточину зайти. Окей. Ладно. А когда будет что-нибудь сложное уже? А будет сложно? Блин, надеюсь, не слишком это громко. Звуки-то красивые. Итак, я подошёл к какой-то странной штуке. Да мне её обойти надо. Да, вот червоточину у меня рядом. Всё, я понял. Мне в ту штоку идти не надо. Вот я в червоточину зашёл. Это типа... Типа... Как это называется? Нуль транспортировка. Так, пока не ясно за что. Сколько там денег? Дай-ка ещё раз гляну. За что просят 259 рублей? За эти фаргаттон пассатижин. Что за фаргаттон? Фарватер пассатижи. Всё, я придумал название этой игры. Это фарватер пассатижи. Лампа какая-то. Ну обойдём её. Пошли дальше искать наш фарватер пассатижей. Так, игра фарватер пассатижей. Опа-на! А прыгать мы можем? А мы не можем прыгать. Опа-на! Фарватер пассатижи столкнулся с проблемой. А куда же мне тогда идти? Ну давай пройдём вдоль этого пандуса. Опа-на, тупик. А-а-а! Вот она и первая головоломка. Но это сон. Это всё сон. Это всё сон. Чё, пойти в этот... Войти в него, в шар? Нет, я в шар войти не могу. Опа-на! Опа-на! А я как-то могу что-то двигать. Нет, не можешь. Может куда-то надо встать? Слушай. А походу мы встряли. Походу фарватер-то пассатижей кончился. И я теперь не знаю, куда мне идти. А-а-а! Я не понимаю! А-а-а! Да. А откуда я пришёл вообще? Ну я пришёл вот отсюда. Всё было нормально. Я шёл за птицей. Такой чик-чик весь такой на мази. Фарватер пассатижей. Все дела. И тут оказывается... А мы чё светим? Телефоном что ли? А, она телефоном светит. И тут оказывается, что полный песец фарватер-пассатижей накрылся. Угу. То есть вот тут и надо как-то включить свой старческий мозг, чтобы понять, как отсюда уйти. А шифт тут есть? Девочка может бегать? Нет, девочка не может бегать. Один, два, три. Ничего она не брать не может. Всё, что она может, это ходить. Всё, что она может, это ходить. Ну, давай попробуем, поймём, что происходит. Так, фарватер пассатижей. Хм. Интересное кино, да? А, да вот же я перо не увидел. Оно в лучах птицы. Оно в лучах этого было. Черва точно не открылась. Оно в лучах шара. Я его не заметил. Ёперный театр. Никакой головоломки, Дельсаш. Ты просто пера не увидел. Это, я так понимаю, вся игра в этом будет заключена? Чё-то не очень понятно, за что 259 рублей. Ну, ладно. Не будем делать поспешных выводов. Не, ну согласен. Хм-хм. Фарватер пассатижей. Ну и черва точно открылась. Понятно. За час, говорят, пройдёте. Хм-хм. То есть всегда так, да? А, 100 крошечных уровней. Я понял. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да это же моя игра. Ватсон, Ватсон. Да это же наша игра с вами. Фарватер пассатижей. Ёперный театр. Да это же фарватер пассатижей. Ну, мне кажется, все 100 уровней не надо проходить. Я даже не знаю, рекомендовать мне вам эту игру или нет. Вот это игровая новинка, так игровая новинка. Мне кажется, она взорвёт. Она взорвёт игровой горизонт 2020 года. Этот фарватер пассатижей. Единственная проблема, которая тут может возникнуть, вы, как я, не увидите перо. Которое в каком-нибудь отсвете или блике будет скрыто. Не, ну красиво, согласен. Кувшинки, все дела. Вода, журчание. Но, блин. Хотя, ладно, почему? Ну, есть же люди, которые хотят играть именно в такие игры. Чё ты, дядь, Саша, сидишь тут крихтишь, как пень старый. Нормальный фарватер пассатижей. Вот, кактусы. Вот, понимаешь, текилка, все дела. А, перья вон, это не перья. Это не перья. Да, вот теперь, видишь, немножко камера сместилась. Теперь деваха впереди тебя, а ты сзади неё находишься. Так что всё супер. А тут никак ни камеру, ничего сместить нельзя. Не, ничего нельзя. Всё, что можно, это кнопками в АЗД управлять. Опять я одного пёрышка не заметил. Поэтому у меня опять такой вот фарватер пассатиж. Наверное, самый первый в каком-то блике потонуло. А чё ты здесь светишь фонарём, девах? Тут же как бы всё видно прекрасно. Все кактусы. Блин, где-то перо я проморгал одно в этом, в блике. Где-то там в блике в каком-то я перо проморгал. А где оно? Да нет его тут. Ага. Перо, ты где есть? Птица. Писи. Вот. А, вот оно. Птица. Птица, открывай нам. Я вот отсюда начал. Это перо или чего? Это я не пойму. А, это перо. Блин, да я же около него толкался. Почему она не сработала с самого начала? Она почему-то не сработала с самого начала. Хотя я около него толкался и шёл прямо на него. Вот нам портал. Открылся нультранспортировка. Фарватер. Я знаю, как этот портал называется. Это фарватер пассатижи. Это фарватер пассатижи, ватсан. Так, ну всё. Перо. Какие-то эгипетские пирамиды. Йогическая сила. Хоп-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм. А, тут это. Какой-то, я гляжу, тоже обелиск работает. Какие-то лучи даёт. Они могут меня убить? Нет? Да у меня вроде нет никакого этого. Ни здоровья, ничего. Так что, мне кажется... Мне кажется, тут не может никто никого убить. Тут хп нету. Это игра не про убить. Это игра про то, как ходишь с телефоном всю ночь. И светишь себе. И собираешь пёрышки. Их иногда больше, иногда меньше. Ну, я не знаю. Может, там от уровня к уровню. Прогресс какой-нибудь есть вообще? А, вот нарисованы уровни, которые я прошёл. И вот их будет соточка, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, да? Десять на десять. Соточка! Эффект размытия у меня выключен. Окружающая окклюзия, яркость. Ну, в общем, вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Ну, мы сейчас ещё, наверное, немножко уровней пройдём. Харе, наверное, можно завязать с обзора. Вы поняли, какая игра. Ну, что ж. Больше игр хороших и разных, сказал дядя Саша. И включил фарватер пассатижей. Что в плюсе у этой игры? Ну, это однозначно, что ни на есть, самая казуальнейшая игра. Она абсолютно не требует никакого скилла. Вам не надо каждый день сидеть на, извиняюсь в выражении, драчивать какой-то аим и стрелять по головам. Это вам не Counter-Strike. Это вам не PUBG. Это вам не Rust. Я не знаю, в Rust там надо стрелять. У меня всё, Лёвчик в него собирается играть. Я ни разу не играл. Наверное, надо из чего-то стрелять. Здесь просто пришёл после тяжёлого рабочего дня. Выпил несколько литров чая с молоком. Вот. Или чего покрепче. Если влезло. Желательно в пятницу. Включил фарватер пассатижей. И сидишь спокойно себе играешь. Наслаждаешься реклоксирующей музыкой. График, конечно, немножко вырвиглазный. Ну, в принципе, если, может, яркость поменьше поставить, тогда нормально будет. Может, меньше яркость надо. Может, размытие включить. Но, как говорится, регулировки какие-то ещё присутствуют. А давай размытие включим. Размытие. Чё будет? Ну, я особо не вижу, что изменилось с эффектом размытия. Наверное, что-то изменилось. Отсюда можно вообще упасть? О! Какой-то музон. Я-я! Дэнс, дэнс! Немецкий Дэнс, дэнс! Дойче Дэнс, дэнс! Так, ладно, червоточный. Давай эффект размытия уберём. Чё-то я не понял, какой от него прикур. Ага, понял. Так, следующий уровень. В общем, друзья мои, тут никаких вас не ждёт неожиданных поворотов. Это вот, в отличие от Вайдорс, который я вам обозревал в виде новинок игровых, там надо, конечно, какие-то предпринимательные действия. Что-то запоминать, чтобы потом отвечать на вопросы зловредной медсестры. И здесь ничего не надо. Здесь нет зловредных медсестёр. Здесь вот есть перья. Вы их просто ходите, собираете, всё моргаете, сверкаете, есть птица. И даже если наступите вот на эту фигню, она вас не убьёт. Она просто светящаяся, и всё. Ну, я не знаю, что нас ждёт в конце. В конце нас ждёт, наверное, большая, жирная, червоточина с кремом. Ну, с вишенкой. Ну, торт, типа. Червоточина-торт. Мне кажется, на глазные яблоки это игра. Такие цвета ворвиглазные. Мне казалось, что у меня достаточно неяркий монитор. Но когда я включил эту игру, я понял, что монитор у меня яркий. Ну да, в неё, конечно, хорошо играть на максимальной графике. Хотя, не знаю, какие-то у неё системные требования. Так и гляну, 5 сек. Чё там вообще надо? Так, рекомендованные. 64-разрядные процессоры. Понятное дело, винда 64. Оперативка, 8 гигов. И максимальная, минимальная карта нужна для максимальных требований. Это GeForce GTX 970. Неплохо, неплохо. GeForce 970. Ну чё, деваха, ты поняла? GTForce нужен 970, чтобы в это играть. Это максимальные. А минимальные нужно 500. GeForce GT 555M. О, так это получается, даже на ноутбуках она годится. Если я даже минималка мобильной карты. А у меня на моём ноуте GT 630M. В минимальный попал. Ну, это на том ноуте, на котором я сейчас читаю, что про эту игру написано. Ух ты. Иллюминатор. Я думаю, мы с этой игровой новинкой познакомились. Я ещё думал, снять, не снять, снять, не снять. Взял и не снял. Взял и снял. Ну, надеюсь, не слишком громкий звук, и он не заглашает мой прекрасный баритональный дискант. Вот тут есть достижения в стиме. Собрать 40 перьев, собрать 15 перьев, собрать 10 перьев. Ну, дай-дай-дай, гляну ещё, какие тут ещё достижения в стиме есть. Сейчас, сейчас, секунду, друзья мои. Я тут открываю. Так, собрать перьев 43, 50. А, это уровни 100. О, а, погоди, не понял. А в конце какой-то красный жакет. В конце какой-то красный жакет можно получить. Мискейт жакет из Мунтельеро. Она же дочь Миллиардера или Миллионера. Так, это у нас кристаллы. Это Марс какой-то просто. Но нас он, конечно, смахивает. Но я думаю, надо заканчивать с этой прекрасной игрой. Итак, друзья мои, 222-259 рублей в стиме. У кого есть желание, 17 января вышло. Свежачок. Есть русский язык, как я люблю. Можно играть. Хотя тут, по-моему, язык вообще не нужен. Никакой. Ни русский, ни китайский. Всё понятно. Кстати, деваха, она вообще какова с лица. Ну-ка покажи мне своё лицо. Ну-ка покажи, повернись ко мне. О, о, о. Дай я скрин-то себе сделаю. Так, внимание. О, ну отвернулась. Чё ты от меня отвернулась? О, глянь, она отворачивается. Понятно. Надо в каком-нибудь интересном месте сделать скрин. Хотя, мне кажется, я уже все интересные места прошёл. Ага, ты думаешь, прошёл? Мне кажется, их ещё будет. О-о-о. Это что-то сверхкислотное. Сверхкислотное. Здесь мы скриниться не будем. Перо забирай. Вот так все 100 уровней, друзья мои. Игра требует, я так понял, не только пару литров чая выпить, но и терпением запастись. Да. Потому что пройти 100 уровней вот так вот с перьями не всякий сможет. Я вот прошёл сколько? Я прошёл восемь... А, семнадцать? Ну и в принципе я уже наигрался в эту прекрасную игру. В принципе, до... До полной. До полной наигрался. До полного. Через край уже наигранность плескаться начинает. Расплескалась наигранность. Как там фарватер пассатижей? О! Здесь мы с тобой будем фотографироваться. Повернись ко мне, пожалуйста. Повернись ко мне лицом. А к лесу передом. Так, а где мне какая-то кнопка, чтобы скрин-то сделать? Да блин, да повернись ты. На перо наткнулись. Так. Я не понимаю, как здесь поворот производится. Как в этой игре? А, вот так, наверное, да? А, вот так. Блин, так-то я как... Так-то я... Так ты! Вот. Вот что я тебе хочу сказать. О, берёзы. Хоть немножко похоже на что-то, да? Хоть немножко на что-то похоже. Так, на плюс у меня скрин, да? Да. Берёзовый прекрасный лес. Ну, боссов тут нету, друзья мои. Фарватер пассатижи вон от боссов освободен. Ну что, будем ждать новых игровых новинок. А, кстати, что у нас там на... Сейчас, дайте-ка анонсик небольшой. Анонсик небольшой. Что там у нас? Сегодня у нас 21-е. Сегодня, кстати, к Фростпанку выйдет какое-то дополнение, да? К Симсом четвёртым что-то выйдет. Я не понял. Ну да, это, походу, тоже дополнение. Почему-то написано. А, всё, понял. Alien Shooter 2 у нас выходит 22-го, я так понял, в реинкарнации. Ну, так, Commandos, ремастер 2-го. Проторианс, тоже ремастер. Так, что-то много ремастер у нас выходит, старых игр, я так понял. Ладно, поживём, увидим. Что-нибудь я вам обязательно в ближайшее время ещё засниму. Найдём какой-нибудь интересный. Игруш не хуже этих фарватеров пассатижей. Что-нибудь найдём. О! Вот это я понимаю. Вот это океан. Что же нам океан-то дали только? Только на 20-е-то. На 20-е-то нам дали океан. На 20-м уровне океан дали. Могли бы пораньше океан дать. Дали его на 20-м уровне. И вот, собственно говоря, валим в червоточину с океана. Хлобысь всё, океана нет. О! Ого! А вот это жёсткая картинка, мне нравится. А там что-то красненькое. А, это перья, они здесь красненькие. Ух ты, какие они здесь красненькие. Какие красненькие перья. Одно и почему-то красное. Странно. А вот красных перьев я ещё не видел. Что будете взять красные? Только не ешь жёлтый снег, не бери красные перья. Да, я понимаю. И всё? Одно красное перо? О, это было про... О, мама! Это было проклятое красное перо. А что-то больше никаких перьев я не вижу. Давай пройдёмся. Может, что-нибудь увидим. А, а вот перо простое. А почему то было красным? Кто знает. Почему то перо было красным? А это простое. Тебе на этот вопрос никто не ответит. Почему то перо было красным? А это простое. Потому что гладиолус. Я думаю, приблизительно так. Может, это было какое-то бонусное перо. А, это красный жакет. Из него сошьётся. Я понял. А где у меня это? Червоточина открылась. Ладно, пошли по кругу пройдём. Я понял. Из него красный жакет сошьётся. Поэтому оно и красное. Наберёшь количество красных перьев и сошьёшь себе. Красный жакет достижили в стиме. А где червоточина? Она была в районе красного пера, что ли? Слушай, Девах, куда нашу червоточину делит? Ты не знаешь? Девах не знает. Да уж я тем более не знаю. Блин, где червоточина? Ну чё такое, а? Девах. Ну нас без червоточины оставили. Как нам покидать этот уровень? А, вот она червоточина. Всё. Да, она в районе красного пера была. Всё, лопухи, лопухи. Распустились лопухи. Я пишу тебе стихи. Перо. Друзья мои, ну я думаю, харе, да? Да. Вообще, наигрался я. Хорошая игра. Конечно, сколько там ещё раз денег-то? Чё я забываю, сколько она стоит? Да потому что 259 рублей. Просто запомнить мой мозг такой не может. Соотношение такой прекрасной игры. И такого жалкого, несчастного стоимости. Какие-то 259 рублей. Ну я не знаю, я бы не купил, конечно. Ватсон, Ватсон, да я бы не купил никогда. Ну я её, собственно говоря, не купил. Я не скажу, каким образом она ко мне попала. Я человек приличный. А это я пойти не могу. Мне нужно подавидоваться с шефом. О, теперь будут регулярно попадаться красные перья. А, вот написано. Тут я собрал красное перо. Я понял. После 20 уровня пошли красные перья. А, я улетел и красное перо не собрал. А, оно было. Надо было сначала перо красное взять. Ай-яй-яй, у меня красного жакета не будет. Я понял, что надо собирать. А то можно красное перо брать не обязательно. Но оно нужно для красного жакета. А, а я его не собрал. Всё, мне не светит. Мне не светит красный жакет. Теперь надо смотреть, если тут красное перо. А то можно так и без жакета остаться. Ну, вроде нет красного пера Красное перо с улыбкой странной А в бассейн можно свалиться? Да нет, туда вообще не зайдешь Я так понял, здесь нет варианта типа умер Здесь только можно не найти перо и ходить тупить А ступиться, упасть не туда Нельзя Да, я без пера, короче Я, короче, прошляпил одно красное перо Теперь у девахи красного жакета Фарватер пассатижи Фарватер Не понял, а, понял А могу упасть туда? Не, нельзя упасть Не, ну тут понятно Не, ну тут прям головоломище Ты смотри, по какой загогуле надо пройти Прис учетом, что упасть нельзя в воду Это же вообще крайне сложное занятие И красного пера не дали И оперный театр, а я просрал Жакет не светит Не светит мне жакет, миски Жакет Да, слушай, какой сложный уровень Я понимаю, к сотому уровню Все круче и круче, дороги-то будут С первого раза ты не пройдешь Если 2 литра чая уже употребил То можно и не дойти до сотого уровня Ну, в смысле, дойти-то можно Но пройти не получится Ну что, я думаю, мы насладились фарватером пассатижей По полной программе, да? Ну, я думаю, да Хорошая игра Есть лишние 259 рублей Рекомендую купить Она вас не огорчит тем, что вы не будете объясниться Из-за того, что вы не можете ее пройти Не будет тут никаких волков Которые вас будут загружать Загрызать Не будет никаких читеров Как в КС и прочее Просто будете ходить собирать перья Если повезет То наберете перьев на красный жакет И вам в конце игры Выдадут красный пальто Будете вы Конь в красном пальто Или, извиняюсь за выражение Кобыла Ха-ха-ха-ха-ха Сори Это была дурацкая шутка О, а вот здесь плохо перья видны Ты глянь Тут какое-то ослепление Ослепление какое-то Какое-то ослепление Прям перед и не видно Угу Ты смотри, дядь Саша Ты был не прав Тут есть какие-то заморочки С которыми придется столкнуться В процессе игры Да? Да Написано, за час можно пройти О, бамбук Кури, бамбук Вставай на лыжи Здоровьем будешь Не обижен Я думаю, на этой Прекрасной ноте На 20 На 27 уровне Сквозь Бури Мрак И гроза Или как там поется Я, наверное, закончу Хватит с меня Все Всем спасибо За то, что вы смотрели Этот прекрасный Информативнейший Всепознавательнейший Обзор Надеюсь, я вам Открыл Ваши глазные яблоки На необходимость Ор Нот Обходимость Приобретения данного Продукта За всем я с вами прощаюсь Желаю удачи в игре Не забывайте ставить Положительный Или отрицательный Оценки В виде лайков Или из лайков Ну и обязательно Увидимся в ближайшее время Когда выйдет Что-нибудь Интересненькое В плане Игровых Новинок Хай Всем хай Пока То есть Хотел сказать Я сказал какую-то ерунду Все Выключаю Девах Дальше Сама Девах 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 Девах